Всем привет привет! Вы на канале VODGSN, канале на котором вас всегда ждут не только новости и честное обсуждение того что в игре происходит, не только честные зацены и честные обзоры на новые старые машины и предоставление вам понимания чего они стоят в реальном рандоме для того чтобы вы могли принимать взвешенные решения по поводу того на что вам тратить свою голду и лишь тем более ваши реальные деньги. Мой канал не только об этом, мой канал обо всем и обо всем что касается танков в целом. Я имею ввиду безусловно игру World of Tanks Blitz и не снимаю видео по поводу новых разработок современных танков в реальной жизни. Но сегодня мы поговорим с вами о машине которая действительно реально существовала, существовала не только в игре, но и в реальной жизни. Это Mark I. МК-1 Heavy Tank, который был первым и наверное самым основным танком танкостроения человечества, потому что с него все зарождалось. И не могу сказать что именно с этой машины зарождалось все в нашей игре, но он имел место быть. Пускай недолго, но он присутствовал в игре и такие игроки как я, которые играют в эту игру более 8 лет, могли успеть заценить данную машину в течение двух недель, на которой нам была эта машина предоставлена в отдельном боевом режиме. Что интересно по МК-1? Да по нему интересно полностью все. Это огромный мастодонт, который имел 550 единиц запасов прочности, 865 единиц ДПМа, мог накидывать за один выстрел 90 единиц урона и имел пробитие в 57 мм. Противостоять ему могла только вся команда в целом и когда он встречался один на один со своими соперниками, то равных ему просто не было. Дело в том, что тот же самый Т-26 танк первого уровня Советского Союза имел запас прочности всего лишь 270 единиц, а танк МК-1 обладал осколочно-фугасными снарядами на 120 единиц урона. Да-да, вы не ослышались, МК-1 была единственная машина, которая обладала дополнительными снарядами в виде осколочно-фугасных, а не ездила только на базовых снарядах. Плюс к тому, имел УВН в минус 15, что позволяло абсолютно спокойно выцеливать кого угодно и где угодно. Марк-1 был великолепной машиной, которая войдет в историю не только танкостроения, но и безусловно самой нашей игры. И вот недавно, ребят, к сожалению, стало известно о том, что Марка-1 убили. Да, больше данной машины в игре нет по факту. Не то, что ее спрятали, как того же самого, не знаю, Кениотсу, а его просто удалили. Удалили навсегда. Почему разработчики приняли такое решение, я не знаю, но мне очень обидно и грустно, что больше данная машина никогда не засветится в игре. Мне хочется верить, что он сохранился где-то на какой-нибудь флешке у какого-нибудь разработчика и лежит в нижней шухляде. И, возможно, когда-нибудь рука разработчиков дотянется до этой флешки. И Марка-1 мы все-таки увидим, но слабо в это верится. Жаль, конечно, что разработчики принимают такие решения. Я являюсь единственным ютубером, который топит за то, чтобы в игре существовали не только танки высоких уровней, но и не забывали о танках нижних уровней, где действительно порой можно повеселиться еще круче, чем на восьмерках или на десятках. К сожалению, наша игра все больше и больше переходит в режим погони за статой, в режим погони за непонятными эфемерными желаниями, которые не совсем обоснованы по факту. Потому что, как мне кажется, игра все-таки в первую очередь должна предоставлять вам удовольствие, фан и возможность отлечься от реальной жизни, а не кропотливый труд. Труд над тем, чтобы ваши циферки были красивыми. И Марк-1 действительно был одним из тех, кто мог вам это предоставить. Жаль, конечно, что приходится прощаться с этой машиной, но я верю в то, что светлая память о Марке-1 среди таких игроков, как я, останется. И если вы помните Марк-1, то обязательно пишите в комментариях свое мнение по поводу данной машины и по поводу решения Wargaming его убить. Ну а если вы никогда не видели Марк-1, то специально для вас я в описании к данному видео оставил ссылки на те обзоры, которые успел снять на данную великолепную легендарную машину. Прощай, Марк-1, мы будем любить тебя, помнить, земля тебе пухом, ну и обязательно тебе побольше фугасов в твоем раю. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.